А пока инвалид собирает помощь для АТО, у бывшего ректора Академии Налоговой Службы и беглого экс-президента Януковича появилось нечто общее. На каждого из них покушались яйцами. Как Пётр Мельник перенёс удар тяжёлым тупым предметом, видел в Ирпине Максим Кошелев. Пётр Мельник теперь участник уже двух судебных процессов. Один, уголовный, длится уже достаточно давно. А теперь появился ещё и трудовой спор. Мельник хочет вернуть себе кресло ректора Налоговой Академии. В этот раз к Ирпенскому городскому суду первой приходит группа поддержки Мельника. Одна из девушек раздаёт плакаты и расставляет демонстрантов. Поклонники экс-ректора верят, мол, и взяток не брал, и закон не нарушал. А то, что сбежал из-под стражи в США, ну бывает, что уж там. Конечно, смущает с одной стороны, но я даже не знаю, что ему сказать. Он спокойно уехал, если он спокойно не утекал, он текал. А вы нам что-то там у себя вовно рады брать? Дома с брошлетом, а Вин садит в Калифорнии. Что? Ну и что? Что он сделал такого преступного, что его вот так? А вот к суду подтягиваются противники Мельника. У них свои причины не хотеть возвращения бывшего ректора. Мельник насильно заставлял своих студентов голосовать за Януковича. И когда он собирал студентов, я говорил, если кто-то не проголосует, тот будет там исключён из, ну, из этого его университета, так сказать. Сам Мельник приехал пораньше. До суда всем рассказал о своих страданиях по креслу. Улыбается, говорит, что за снятие электронного браслета и бегство из Украины ему ничего не будет. Мельник с адвокатом ушли на заседание суда, а на улице продолжили словесные перепалки между его сторонниками и противниками. Через час защитник вышел из суда. Когда из здания вышел сам виновник торжества, полетели яйца. Головешек не было. Сегодня привычный сценарий, который Пётр Мельник обычно разыгрывает перед своими судебными заседаниями, явно дал сбой, но он не расстраивается. Говорит, должность ректора-то не попадает под люстрацию. Осталось только выиграть суды. А суды у нас известные. Максим Кошли, Фалентин Белич. Подробности телеканал Интер.